Группа спортсменов, всего 41 человек, возвращались из Братска в Иркутск с областных соревнований по художественной гимнастике. В вагоне 15 из них почувствовали недомогание. Проводник сразу вызвал медицинского работника, который заподозрил пищевое отравление. По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Валентины Вобликовой, сразу после прибытия поезда трое детей в возрасте от 7 до 12 лет были направлены в областную инфекционную больницу. В стационаре врачи, оценив состояние детей, госпитализировали одного пациента, двоих отправили домой. Сейчас ребенок из больницы уже выписан. Другие спортсмены также чувствуют себя хорошо. В этих соревнованиях участвовало еще 248 детей. Это дети из Братска, Сусть-Кута, Севербайкальска. Тоже отзвон в постоянном режиме. Ни один из этих детей никаких жалоб не предъявлял. Все дети здоровы. В причинах происшествия сейчас разбираются специалисты. В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте планерки по этому делу проходят по несколько раз в день. Руководитель подразделения ведомства Александр Кузнецов отмечает, уже опрошены родители пострадавших. Они, ссылаясь на детей, говорят, что есть два возможных места, где могла оказаться некачественная еда. Безусловно, для нас первоочередное определиться все-таки, что был за источник заражения. Либо это продукты питания, которые были реализованы в супермаркете, либо это централизованное питание в период нахождения детей в гостинице города Братска. Вагон-ресторан поезда спортсмены не посещали, утверждают сотрудники железной дороги. У них есть информация, что в Братске перед отъездом в одном из кафе города дети съели манты. Они-то позднее и вызвали интоксикацию. Представителями железной дороги было организовано эстафетное сопровождение заболевших детей. По станциям Нижний Удинск, Зима, Иркутск-Пассажирск, за детьми наблюдали дорожные фельдшеры. Истинная причина отравления может быть названа только после того, как медработники получат результаты бактериологических анализов. По словам специалистов, они будут известны в ближайшие сутки. Анастасия Зверькова, Александр Мокин. Новости сейчас.